Сегодня отмечается Международный день музейных селфи. В этот день пользователи социальных сетей будут публиковать фотографии из музеев с хэштегом «Museum Selfie». Казанцы тоже смогут присоединиться к этой акции. Авторы самых интересных снимков в музеях Казанского Крымля получат подарки. Американские сейсмологи решили извлечь научную пользу из поведения футбольных фанатов на стадионе. Вызываемые ими искусственные землетрясения на матче ученые использовали для тестирования своих датчиков и системы оповещения. Утро школьников бывает добрым, особенно если оно начинается с вкусного завтрака. Вот так выглядит сам завтрак по системе «Шведский стол» в гимназии 19. А студентов ждут новые перемены. Некоторые российские вузы подняли стоимость обучения на 30%. В столице Татарстана с пересмотром ценников решили повременить. Учебный год казанские студенты-платники доучатся по старым ценам. Первый в России состав метро с полностью сквозным проходом между вагонами выпущен на серую ветку московского метрополитена. Дополнительное пространство в салоне позволяет перевозить на 15% больше пассажиров. Видео с татарстанским полицейским, который пешком догнал нарушителя, набрало уже более 3,5 миллионов просмотров. Один из крупнейших в мире интернет-ретейлеров займется производством кинофильмов и телевизионных сериалов. Компания планирует снимать до 12 фильмов в год. Президенты Татарстана, России и США стали героями мультфильмов, где побывали сначала в космосе, а затем на необитаемом острове. О валюте. Курс доллара 64 рубля 98 копеек. Курс евро 75 рублей 27 копеек. И о погоде. В Казани мороз и солнце. Днем до минус 12. В Казани уже началась подготовка к празднованию Дня Победы, а Казанский федеральный посетил представителей компании ЦИСКО. Подробнее об этих и многих других новостях ты сможешь узнать уже сегодня в нашем вечернем выпуске. Не забудь включить в Универньюс в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин